Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и снова наступило время для нашей с вами встречи. В эфире программа «Дом, в котором живет Бог». И мы продолжаем наш большой разговор о службе под названием «Вечерня». Темой нашей прошлой передачи стала «Лития». Мы с вами узнали, что слово «Лития» с греческого переводится как «усердная молитва». Первоначально «Лития» представляла собой всенародное моление о спасении страны от врагов, а позднее превратилось в часть вечернего богослужения и не простого, а праздничного. Друзья, в прошлый раз я обещал рассказать вам о том, как сегодня в наших храмах совершается «Лития». Итак, мы продолжаем разговор. С чего же начинается «Лития»? С пения особой стихиры, которая так и называется – «Литийная». Пение «Литийной стихиры», как и всех стихир вообще, начинается с возглашения особого стиха. Глаз поры, придите, любодевственней вси, и счастливы расшитие. По установившейся традиции «Литийная стихира» обычно посвящена событию или святому, в честь которого освящен храм, где и совершается богослужение. Например, в храме святого Георгия Победоносца «Литийная стихира» будет посвящена святому Георгию, а в храме преображения Господня – этому празднику. Итак, «Литийная стихира» посвящена событию или святому, в честь которого освящен храм. Во время пения стихиры священник выходит из алтаря через дьяконские врата и проходит в притвор храма. Если у храма притвора нет или он слишком мал, то священник останавливается у дверей храма. Перед священником, во время его выхода на литию, несут свечу. Это символ нашей молитвы к Богу. Когда пение литийной стихиры заканчивается, дьякон или священник, если дьякона нет, начинает возглашать особые литийные прошения. Их всего, друзья, четыре. Три первых по своему объему довольно большие, а вот последняя – совсем краткая. Но все эти четыре прошения объединены одним – они носят покаянный характер. Этим прошения напоминают нам о тех временах, когда литья совершалось на службе для того, чтобы в ней могли принять участие кающиеся грешники, которые молились в притворе. Итак, литийные прошения носят покаянный характер. Первое из литийных прошений – самое продолжительное. И начинается оно такими словами. «Спаси, Божий, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами. Возвысь ирок христиан православных, и не спасли на ней милости Твоя богатая». «Спаси, Божий, люди Твоя, и благослови достояние Твоей, и благослови достояние Твоей, и благослови достояние Твоей, и не спасли на ней милости Твоя богатая». Думаю, что вы поняли смысл прошения, который мы только что услышали. Непонятными для вас могли остаться только два слова – «достояние» и «рок». Действительно, в церковнославянском языке эти слова значат совсем иное, чем в русском. Словом «достояние» церковь в литийном прошении называет все человечество, которое в самом деле есть «достояние», то есть лучшее творение Бога. А вот про слово «рок» я вам расскажу поподробнее. Слово «рок» употребляется в Библии как символ могущества, чести и славы. Вы ведь знаете, что «рога» одновременно служат для многих животных средством и защиты, и нападения. Поэтому библейское выражение «сломить» или «уничтожить» рок какого-либо царя или народа значило сократить или уменьшить их власть. А выражение «возвысить» рок, наоборот, значило усилить их могущество. Поэтому слова литийного прошения «возвыщий рок христиан православных» призывают Бога укреплять и помогать всем православным христианам. Чтобы молитву к Богу о такой вот особой помощи была услышана, священник в этом же прошении просит молитвенного заступничества у Божьей Матери, Святого Иоанна Претечи и многих других святых. «Богоносных отец наших, преподобных отец старцев оптинских, святых праведных Иоанна Кронштадтского и Алексея Московского, святых блаженных Ксении Петербургской и Матроны Московские, святых и праведных Бога отец Акима Анны, и всех святых, молим Тебя многобилостей Господи, услышь нас грешных, молящихся Тебе и помилуй нас». Заканчивается первое литийное прошение пением «Господи помилуй», которое хор повторяет целых сорок раз. Почему так много? Друзья, все по той же причине, чтобы молитва наша к Богу была услышана. На этом, друзья, нам придется остановиться, ведь время нашей передачи близится к концу. Сегодня мы говорили с вами о стихире, которая звучит в начале литии, и во время которой дьякон совершает кождение. А также узнали, что на литии произносятся четыре особых прошения к Богу. Первый из этих прошений заканчивается пением «Господи помилуй», которое совершается сорок раз. В следующий раз мы продолжим разговор о литии. А пока я прощаюсь с вами. Как всегда, если у вас есть вопросы, пишите их к нам на сайт. Его адрес www.radostemoya.ru С вами был я, священник Антоний Борисов. До новой встречи и храни вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok